Пусть погодит минут десять, мы скоро. Ну, коньячку хорошую на дорожку. Как? Да нет, Николай Иванович, спасибо. Я, пожалуй, воздержусь. О, ну как. Серьезно. Молодца, Максимка. Отдыхать надо. И от коньячка в том числе. Я хвалю. И какие планы? Да должок у меня перед западными коллегами, Николай Иванович. Какой такой должок? Начали мы со шведским моим товарищем писать книгу о криминальной России. Но в силу определенных обстоятельств, понимаете ли, мы закончили дело. Брось, Андрюша. Книги эти, криминал, все это пустое. Дело в следующем. Я ведь и работу тебе предлагал, помнишь? Да. Да. Я от своего предложения отказываюсь. Вот такой я верный человек. Времена-то изменились, понимаешь. Сейчас очень важно влияние на средства массовой информации, так сказать. Средства массовой информации вообще даже лучше иметь у себя свои. Да. Я, конечно, пока ты отсутствовал тут, пытался принимать участие в некоторых изданиях. Вот. Но у меня для этого нет ни времени, ни средств, а, главное, людей нету. Черт его знает, профессионалов нет. Одни только какие-то вонючие дилетанты. С портфелем я похож на отца. Ты бы придумал такой заголовок, я бы не. Желательно иметь свои средства массовой информации, потому что со своими средствами массовой информации можно сильно влиять на электорат. Можно им втюхать пиво, можно штаны, а можно своего депутата. Можно послать их против кого-нибудь таких или против кого-нибудь других. Они, мол, виноваты. Можно все. Понимаешь? Интересно, интересно, Николай Иванович, интересно. Конечно, интересно. И материально интересно. А материально интересно как? Тысячи полторы-две долларов в месяц. Для начала. Нужно подумать. Подумать. Ну, подумай, подумай, подумай. Со мной хорошо дружить, Андрюша. Лучше дружить со мной, чем против меня. Потому что я ведь могу сделать почти все в городе Петербурге. И не только в Петербурге. Одним звонком, телефоном. Да. Я надеюсь, ты это уже теперь понял. Я очень хорошо это понял, Николай Иванович. -... ... ...